75-летие Великой Победы – большой праздник для нашей страны. К сожалению, в период карантина просто выйти на площадь города и поздравить друг друга было невозможно из-за имеющихся ограничений. И в сложившихся условиях было сделано все возможное, чтобы все славянцы почувствовали атмосферу по-настоящему народного праздника. День Победы – это праздник семейный и одновременно объединяющий всех общей памятью и общими переживаниями. Песни военных лет и послевоенные, посвященные Великой Отечественной войне, входят в число любимых и близких каждому сердцу. И как в праздничный день их не спеть? Память сильнее времени, поэтому мы пытаемся соответствовать этому лозунгу. И почитаем память всех ветеранов, участвуем в акции «Голос Победы». И хотим исполнить песню «День Победы» и поздравить тем самым всех окружающих с этим великим праздником. В память о погибших в годы Великой Отечественной в 7 часов вечера российские телеканалы прервали свое вещание для трансляции «Минуты молчания». И затем жители нашего города присоединились к всероссийской акции «Поем двором». И, конечно же, исполнялась дорогая каждому песня «День Победы». Песня «День Победы» Участников акции и зрителей приветствовала глава Южного округа Славянска на Кубани. Вспомним все о ветеранах, которые в свое время сделали очень много для победы, для того, чтобы мы спокойно жили, радовались солнышку, радовались небу, радовались этим красивым цветам, низкий им поклон, ну а всех с праздником. Песни звучали не в одном славянском дворе. Люди выходили на балконы, выглядывали из окон, спускались во двор и исполняли знаменитый «День Победы» и другие прекрасные песни. Эти бессмертные мелодии лучше, чем что-либо, объединяли всех. Песня «День Победы» «Нас объединяло одно – желание этот праздник еще больше отметить, акцент на нем сделать. И вот жители дворов, в которых мы сегодня с педагогами пели, конечно, это очень оценили». И завершила празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны трогательная акция «Фонарики Победы». Вечером в 9 часов 50 минут люди выключили освещение в своих квартирах и домах и подсветили окна светом горящей свечи, бытового фонарика или экрана телефона в знак благодарности ветеранам и почтения к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В 21.55 со всех краевых и муниципальных телеканалов прозвучал голос легендарного диктора Юрия Левитана, который, как и три четверти века назад, оповестил о разгроме фашистской Германии и завершении войны. Нередко в окнах можно было увидеть портреты героев войны – дедов и прадедов-славянцев, которых не забывают благодарные потомки. Это история наша, и мы гордимся этим. Я поддерживаю эту акцию. Я рад, что вот сейчас, в этот день, вот там салютуют, вон, салюты дают, да. Я очень рад, что в этот день салютует вся Россия. Сколько бы лет ни прошло со дня окончания Великой Отечественной, для всех нас победа в ней останется олицетворением величайшего подвига нашего народа. И это будет в памяти навсегда. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа События.